Все мы родом из детства, и самые теплые и яркие впечатления, как правило, связаны с этой порой. И касается это не только школы, друзей и различных увлечений. Даже предметы из детства нам кажутся особенными. Более трех тысяч экспонатов из своего детства и юности собрал коллекционер из Черкесска Рустам Кубанов. Его раритетная коллекция напрямую связана с эпохой СССР. Но Рустам не планировал показывать широкой публике свои экспонаты. На это его сподвигло обещание близкому человеку. Но обо всем по порядку расскажет Белла Джозаева. Вещи из СССР можно рассматривать бесконечно. И наверняка каждый, родившийся в Советском Союзе, при этом будет испытывать ностальгию. Жизнь сейчас намного проще и интереснее. И ассортимент всего гораздо обширнее. Полки многочисленных магазинов полны товаров на самый различный вкус. Но никто не сможет поспорить с тем, что все, что делалось в СССР, а тем более, если там присутствовал знак качества, было сделано, как говорится, на совесть. Свою трехтысячную коллекцию Рустам начал собирать еще в детстве. В первом классе мы поехали в гости к тете. И брат первый раз мне монеты подарил. Старые царские монеты. Мне понравилось. Я вот их забрал. И вот что-то с тех пор я собираю это все. Я не помню себя, чтобы я без какого-то старинного, чтобы увлечения не было дня. Рассматривая экспонаты, собранные в личном музее Рустама Кубанова, ты как будто бы на миг возвращаешься в свое детство и юность. А посмотреть здесь действительно есть что. Рустама, как коллекционера, в первую очередь, интересуют вещи 50-х-90-х годов прошлого века. Неизгладимое впечатление производят очень многие экспонаты. Это хрустальные янтарные часы, старинные каминные часы, часы с боем, навесные и туристические часы. Всего здесь представлено более 150 часов. Здесь также можно увидеть чугунную лампу 30-х годов, шахтный телефон, елочные игрушки 50-х годов, раритетные книги начала прошлого века, стекло ручной работы, издательские машинки 60-х годов, колпаки хромированные на классические автомашины СССР, чугунные утюги, ретро-бодовая техника, изделия из латуни и бронзы. Одним словом, великое множество предметов быта и обихода. Вот эта лампа, она приехала с Якутии. Она приехала очень случайно. Ребята, которые поехали, линии тянули у нас на работе. Когда линии тянули, бабушка вышла из дома, попросила, чтобы лампочку вкрутили. Но она не знала, что здесь уже нереально. Они повесили новую лампу, свет сделали, эту сняли, буквально просто кинули на платформу КАМАЗа. Она приехала. Я объезд на работе делал, случайно увидел ее. Смотрю, ну, вещь, которая пахнет стариной. Чугунное, добротное. Стекло, которое обработано вручную. Раньше лили стекло, оно было матовое, и они обрабатывали. Вот это все обработано руками человека. Это ГДР, 50-е годы, парфюм. Вот, это для женщины, духи. Это для мужчины, вот с компрессором. Есть мыльница еще к нему. Вот, тоже с крышечкой. Красота. Да, зеленое стекло. Рустам досконально знает историю каждого своего экспоната. Собирает он свой музей по частицам более 30 лет. Какие-то вещи он покупает в антикварных лавках. Что-то приобретает на блошиных рынках. Что-то ему дарят. Возвращаясь к теме того, почему же он все-таки решил показать свое сокровенное, Рустам говорит так. Я обещал своему честью, что вот это все люди увидят. Был случай, когда мы ехали с дачи, я просто случайно заехал сюда за ключами. И он следом зашел и увидел. Он вообще не думал, он был шокирован. И он мне говорит, я или сам вызываю, или я телевидение должен вызвать, чтобы они посмотрели, показали как бы. И он был заядлым коммунистом. Несколько, что он увлекался этим, но он реально был рад, что вот такие вещи я коллекционирую. И я думаю, что ту мечту его я осуществил сегодня. Посмотрев коллекцию экспонатов Рустама Кубанова, многие очевидцы того времени, безусловно, вспомнят что-то свое о жизни в СССР, о приятных событиях, связанных с теми или иными предметами и вещами. Но и просто окунуться в свое детство, юность и молодость. Белла Джозаева Али Бастанов, Вести Карачаева, Черкесия.